Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить пирожки с колбасой. Для этого нам понадобится 2 пакетика по 10 грамм дрожжей, примерно 4 стакана муки, сыр, колбаса. Можно не добавлять в наши пирожки сыр, просто оставить колбасу. 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 150 мл воды, 150 мл молока и 100 мл масла. Также нам понадобится для теста емкость. Мы взяли кастрюлю, в которую сейчас мы будем добавлять все ингредиенты, кроме муки. Так как все ингредиенты у нас только из холодильника, мы поставим кастрюлю на газ на несколько секунд. Такие пирожки с колбасой будут на порядок вкуснее, если положить просто колбасу на хлеб. А теперь нам понадобится, приятного аппетита, рюк После того, как добавили все ингредиенты, ставим нашу кастрюльку на газ на несколько секунд Прошло несколько секунд, и мы снимаем кастрюльку с газа Этого хватило, чтобы все ингредиенты подогрелись Кто-то просеивает муку через сито для того, чтобы она обогатилась кислородом Но мы просто перемешаем ее в пачке Этого достаточно И добавляем в кастрюлю Затем все это дело перемешиваем, чтобы начало образовываться тесто По мере необходимости добавляем муку в нашу емкость с тестом И замешиваем его в этой кастрюльке до тех пор, пока тесто не станет более густым Чтобы продолжить после месить его уже на столе Домешав тесто до более густого состояния, мы посыпаем нашу рабочую поверхность ложечкой муки Чтобы потом продолжить вымешивать тесто уже на самой рабочей поверхности Домешав тесто Примерно около пяти минут оно до силы нужной нам консистенции. Теперь мы убираем его на другую поверхность. В нашем случае это будет поднос, который мы слегка посыпем мукой, чтобы впоследствии тесто убрать для настаивания на какое-то теплое место. В нашем случае это будет духовка. Итак, перекладываем тесто. Слегка обтираем его мукой. И накрываем это дело пакетом или же просто засовываем в поднос пакета. И убираем теплое место. Так оно будет стоять примерно один час. До того момента, как надо будет вытащить тесто из духовки, осталось еще несколько минут. За это время мы успеем подготовить начинку, а именно колбасу. Начнем с нарезка колбасы. Итак, мы подготовили начинку. Нарезали колбасу и нарезали сыр. Точнее, натерли его на терке. Но можно сделать это разными способами. Вы можете воспользоваться либо ломтерезкой, возможно, ножом или же теркой. Но наши ингредиенты готовы. И теперь мы достаем наше тесто из духовки. Как можно наблюдать, тесто довольно хорошо поднялось. И сейчас будем приступать уже к его обмешиванию. Пообмяв тесто в подносе, мы выкладываем его на стол, чтобы потом делить на куски и уже раскатывая делать пирожки. Продолжение следует... Продолжение следует... Первый пирожек готов. Мы его выкладываем уже на поднос. И аналогичным способом раскатываем тесто, укладываем начинку, закрываем и укладываем в поднос все последующие наши пирожки. С надежным сыром мы поступаем аналогичным способом. Высыпаем его на низ пирожка и накрываем кусочком колбасы. После того, как мы долепили наши пирожки, убираем крайний пирожок, пирожок на поднос и убираем этот поднос в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. По времени это займет примерно 20-25 минут. По истечении времени открываем духовку и достаем оттуда наши пирожки. Как мы уже можем видеть, они выглядят очень аппетитно. У них хорошая золотистая корочка. Но мы дадим им пару минут, чтобы они остыли, и посмотрим, что у них внутри. Кстати говоря, если кто-то хочет придать таким пирожкам более румяную корочку, их перед тем, как поставить в духовку, можно смазать яйцом. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такие отличные пирожки у нас вышли. Как мы можем видеть, они пропеклись. У них хороший тянущийся сыр, и на вкус они просто отличные. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!